Председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников провел встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Тимофеем Нижегородцевым и руководителем управления ФАС при ангаре Александром Кулишем. Спикер парламента обратил внимание на рост цен на кислород для больниц. Совершенно необъяснимая история. Я не случайно запросил справку с Иркутского авиазавода, который по 26 тысяч отпускал кислород до пика потребления, до роста потребления и по 26 тысяч отпускает сейчас. Однако для при ангаре объемов газа от Иркутского авиазавода недостаточно, поэтому область закупает кислород в Красноярске, Томске, Новосибирске, Новокузнецке и Хабаровске. А там тонна кислорода стоит от 116 до 125 тысяч рублей. По информации Министерства здравоохранения области, которая была озвучена на состоявшемся заседании депутатского штаба областного парламента, поставщики кислорода подняли цену в 6 раз по сравнению с показателями 2020 года. Тимофей Нижегородцев рассказал, что текущая цена на кислород сформирована повышенным спросом из-за пандемии. Наше территориальное управление здесь проводит проверки. Обязательно совершенно мы доложим законодательному собранию о результатах этих проверок. Правительство Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли сейчас предпринимает большие усилия, связанные с тем, чтобы увеличить производство кислорода, с тем, чтобы сбалансировать предложения и спрос. И они этим занимаются и в ежедневном режиме, и этому уделяется внимание на самом высоком уровне, и мы тоже в этом участвуем. Ежедневно больницы Иркутской области потребляют 35 тонн кислорода. Александр Ведерников особо отметил, что в условиях объективного дефицита лично губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и его заместитель Андрей Бунев в ручном режиме решают вопросы с обеспечением больниц кислородом и медикаментами. Кроме того, глава парламента и представители антимонопольной службы обсудили вопросы взаимодействия, регулирования и развития конкуренции в таких сферах, как ритуальные услуги, нестанционная торговля и реклама. Ирина Шавлюк, Андрей Иванов, Местное время.